Гражданин, поступите местом, встаньте. Если я сдан, ты у меня вернешь. КОНЕЦ 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 Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый и необычный вечер. 30 января мы отмечали 95-летие со дня рождения гениального мастера комедии Леонида Иовича Гальдая. На земле так много людей, которые любят кинофильмы этого удивительного режиссера, подарившего нескольким поколениям зрителей столько радости и веселья. Он был настоящим волшебником, умеющим менять наше настроение с унылого, но улыбчивого. И сегодня мы хотим вместе с вами окунуться в атмосферу его фильмов. Вместе с вами артистами филармонии и ансамбля народных инструментов «Русский стиль». И, конечно же, волшебным жестом, приводящим в движение магические силы, станут ваши аплодисменты. Комедии Гайдая давно уже стали народными хитами. Их смотрят по многу раз, растаскивают на цитаты, знают наизусть. И все равно смотрят до сих пор. И не только потому, что они остроумны и смешны, но и потому, что в них заключена природа особого юмора, доброго и талантливого, без натужности и беспошленности. Леонид Гайдай был народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии РСФР имени братьев Васильевых. Однако титулы не отражают и доли известности у мастера, картины которого знает до сих пор каждый житель России. Всего Гайдай создал 18 фильмов, для 15 из которых он сам написал сценарий. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить самые известные мелодии и песни из его фильмов, которые он подбирал с невероятным чутьем. Все они уходили в народ. Будьте добры, пометки. Я записываю. Простите. Пожалуй, пора мне на время умолкнуть. Сам Леонид Гайдай любил повторять задату Немировича Данченко. Рассказывать анекдот, признаваться в любви и занимать деньги нужно быстро. Поэтому скажем просто, с любовью к Гайдайским фильмам мы начинаем наш концерт. АПЛОДИСМЕНТЫ Подходи! Не жгубись! Покупай жгубись! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор нажми на тормоза. Я с юности, кроме анекдотов, коллекционировал песни. Даже в армию взял альбомчик, который прошел за мной через всю войну. Песня «Постой, паровоз» тоже была в том альбомчике. Автора я, конечно, не знаю. Я записала ее уже после войны, когда демобилизовался. А в фильме песня появилась так. Во время съемок операции Гальдай сказал, нужна песня какая-нибудь блатная. Я спел парочку, но они показались моим руками. А нужна была раусклево-лирическая. И я вспомнил «Постой, паровоз». Она подошла. Ну а у нас эту песню исполнили Алексей Таранов, Владимир Морозов и Андрей Тихомиров. Кстати, Гальдай премьировал артистов за находки и придумки. Моргунов вспоминал. За каждый трюк Гальдай предлагал нам по две бутылки шампанского. Николин заработал двадцать четыре бутылки, я восемнадцать. А Витцем — одно. Он не любил шампанское, зато любил сдавать посуду. Без каких-нибудь особенных затрат Сделал этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, даже вот, между прочим, круглый год. Я, признаться, откровенно очень рад Лечь под этот самогонный аппарат, Чтобы капал самогонный рот Днем и ночью, круглый год. Днем и ночью, круглый год. А вот люди между собой уговорят, За такой вот метроулкий аппарат. Рассидеть сможет без забот За решеткой круглый год. За решеткой круглый год. Песня Никиты Богословского Наслала Варима Лившица Из фильма «Самогончики» Прозвучала в исполнении Андрея Дихомирова И Владимира Морозова. Аппарат Аппарат Аплодисменты 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 Где-то на верхнем свете Там, где всегда мороз Трутся спиной медведи А земную осень Мимо плывут столетия Чет подальдом моря Трутся ось медведи Есть вертится земля Вертится быстрей Земля Вертится быстрей Земля Аплодисменты 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 Нельзя не сказать и о знаменитой гайдайской троице Трус, Балбес и Бывалый. Время рождения Трю зафиксировано с точностью для минуты. 27 декабря 1960 года в 17 часов 30 минут фотосовет Мосфильма утвердил исполнителей короткометражного фильма Леонида Гайдая «Пес-похос» и «Необычный кросс». Трус попал в картину сразу, Витзен уже снимался у Гайдая в «Женихе с того света». Роль бывалого прочили Михаилу Жарову и Ивану Лазовскому, но те не захотели верить от собаки. Иван Быльев предложил Евгения Маркунова. А на Балбеса пробовались разные поминки, например, Сергий Филиппов. Но Филиппов был в это время на гастролях, и тут Витзен предложил попробовать на роль циркача Никулина. Никулина даже не гримировали. Лишь приклеили длинные лестницы, и он ими беспомощно хлопал. Но Гайдаю, увидев его, заявил «Всё, Албеса, искать не надо». Так весёлая троица попала на киноэкран и сразу же стала всенародно любимой. Потом были «Самогонщики», «Операции И» и, наконец, «Кавказская пленница». Они были не только киногероями их. Персонажи ушли в фольклор, стали героями анекдотов и даже попали в мультфильм «Бременские музыканты». Впрочем, к Гайдаю это уже не имело никакого отношения. Последний его фильм с участием в трио именно «Кавказская пленница». Кавказская пленница Играет музыка 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 Слава любимых говорили мне в городе каменда, А в фонарей с глазами жёлтыми нас слились сквозь туман. Любить я раньше не умела так, огненда, пламенда. В душе моей неосторожно мы разбудили вулкан. Помоги мне, помоги мне, желтоглазную ночь подзаги. Видишь, гибнет, сердце гибнет, В огне дышащей в лаве любви. Нам попугай грозил загадочкой, пальмовой бебеточкой. А город пил коктейли пряды, я пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, милою девочкой, Но не смогли понять, что шутит все звукан страстей. Помоги мне, помоги мне, Желтоглазную ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет, В огне дышащей в лаве любви. Ямайским ромом пахнут сумерки синие, длинные. А город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей. Закат опять окрасен улицу красками дивными, Но грозовые тучи кружатся на вулканах страстей. Помоги мне, помоги мне, Желтоглазную ночь позови. Видишь, гибнет, сердце гибнет, В огне дышащей в лаве любви. Не виноват ли я? Он сам пришел! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Бала исполнена Катьяна Фрагина. АПЛОДИСМЕНТЫ Остров. Невезение. АПЛОДИСМЕНТЫ Весь покрытый землю, Абсолютно лезь. Остров. Невезение в хоккеане есть. Остров. Невезение в хоккеане есть. Весь покрытый землю, Абсолютно лезь. Там живут несчастные люди-дикари, На лицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Чтоб они не делали, не идут дела, Видно, в понедельниках мама родила. Чтоб они не делали, не идут дела. В родине бездельники им могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. В родине бездельники им могли бы жить. Крокодил не ловится, Не растет кокос. Плачет Бог, молится, Не жалеет слез. Крокодил не ловится, Не растет кокос. Как на злого острове нет календаря. Ребятя и взрослые пропадают зря. Ребятя и взрослые пропадают зря. На проклятого острове нет календаря. В таком случае в злочи на заре, Плачут невезучие люди-дикари. Торог theirs придет бедной, И крыл дыду, В день какой нибих в нищому году. А зço б... hasn зо бар Зо бар за Зо бар за В 1941 году судьба преподнесла женщину один из лучших подарков к главному весеннему празднику. 7 марта родился знаменитый советский актер театра, эстрады и кино Андрей Миронов. Из множества блистательных ролей актера на ТВ и кино одна из самых любимых – Геша Казадоев в бриллиантовой руке. Блистательный актерский ансамбль в бриллиантовой руке сложился не сразу. Так, на место Геши Казадоева Гайдай хотел взять Георгия Лицына, своего любимчика. Но рискнул и обратился к Миронову, который происходил в обеспеченной уважаемой семье, а потому легко мог придать образу флёр представителя «Золотой молодёжи». И этот выбор оказался крайне удачным. Кино у Никулина Андрей, конечно, не украл, но сверкнул так, что от этого блеска было уже не спрятаться. Миронов пел, танцевал, расхаживал по подиуму, актёр продемонстрировал широчайший комедийный талант и в момент из «Любимца публики» превратился в «Любимчика режиссёров». И даже странно, что не Миронова, а Арчи Лагиашвили Гайда выбрал на роль Остапа Бендера в своей экранизации «Ильфа и Петрова». Впрочем, Миронов эту роль чуть позже всё-таки сыграют, но уже у Марка Захарова. В днём рождения любимого актёра, поздравляя с этим праздником, а также с наступающим 8 марта всех присутствующих здесь прекрасным дам, мы подготовили это произведение. Евгений Дербёнко, командор, танцует танго. Евгений Дербурга, командор, танцует танца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Послушайте, любезнейший, а можно утром стулья, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Александра Затемина, конечно же, «Птичка ветвяковой души» для вас исполнил Владимир Волков. «Птичка ветвяковой души» 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 Александра Затемина, мадам Алиса Цуева «В погоне за стопом» Вы можете спросить меня, почему я не всегда называю авторов произведений. Ну, если честно, не ленюсь, но боюсь наскучить. Ведь практически во всех фильмах авторами музыки и слов были одни и те же люди. Композитор Александр Зацепин и поэт Леонид Дербенев. Поэтому проще назвать авторов тех произведений, которые написали другие люди. Кстати, для вас вопрос. Есть среди этих уже услышанных вами произведений такое, где музыка принадлежит Александру Зацепину. А слова по версии всех практически источников Леониду Дербеневу. Но впоследствии Леонид Дербенев в лице своей супруги признался, что это не он автор этих слов. А это слова народные. Просто в это время он работал на другой песне. И съемочная группа, операторы, реквизиторы, костюмеры, бутафоры сочиняли стихи все вместе. Каждый внес свою лепту по строчке. И так родилась знаменитейшая песня, которую вы уже услышали. Есть ли у вас варианты, что же это за песня? Музыка Александра Зацепина, слова народные. Песня про Зальцев. Но я слышу правильный вариант. Если бы я был султан, это действительно так. Именно эту песню написала съемочная группа «Бриллиантовой руки». Вернее, ее слова. Но музыку, конечно же, Александра Зацепина. Почему Зацепина? В самом начале концерта вы услышали песню Никиты Богословского на стихе Владимира Ившица «Самогонщики». Вот и так. А может случай. Гайдай с Богословским поссорился. Вернее, он отказался от какой-то части музыки, которую написал Богословский. А тот возмутился, отказался от какой-то работы с Гайдаем. Обиделся. На Кима больше здесь не будет. Ну что делать? Гайдай тоже на втулку не пошел. И в это время кто-то подсказал Гайдаю, что есть такой композитор Зацепин. На что он ответил. Ну да, песни я его знаю. Но может ли он писать, как эксцентрик? Ну вы у него? Проверьте. Послушайте. Проверю. Послушаю. Дал Зацепину сценарий операции «И». И так началась долгая совместная работа. Ну а где Зацепин? Там и Дерпенев. Фильм «Не может быть». Изначально носил название «Тайма, покрытая лаком». Но по инициативе Мосфильма был переименован. Картина представляет собой экранизацию произведений Михаила Зощенко, классика русской литературы. Собственно, это целых три короткометражных фильма, три короткометражные сатирические истории. И вновь музыка написана Александром Зацепиным на стихи Леонида Дерпенева. Ну а все образы фильма яркие, запоминающиеся. Замечательные. Ночью вдруг из рук выпала гитара. Вечер удул, и любви не стало. Только тьма в кустах мерзнет одиноко. Как душа густа, зимняя дорога. Только на снегу, только на снегу Чёрные подковы. Но от них вовек не будет счастья никакого. Ты, как солнце век, вместе над снегами Смигнает колея тебе, чертится в рекаре. Ты ушёл, отцом, так зачем же словно? Снится белый снег, чёрные подковы. Только на снегу, только на снегу Чёрные подковы. Но от них вовек не будет счастья никакого. Но от них вовек не будет счастья никакого. Чёрные подковы. Только на снегу, только на снегу Чёрные подковы. Но от них вовек не будет счастья никакого. Но от них вовек не будет счастья никакого. Наталья Кузьминцева. Целью не может быть произведение сатирическое. Соответственно, призван был усмеивать человеческие пороки. Но персонажи порой получались настолько обаятельными, Что песни опять ушли в народ. И не всегда звучали как сатирические. А иногда очень искренне. Как, например, следующее. Губит людей не пиво. Из кинофильма «Не может быть». Поёт Андрей Тихомиров. ПЕСНЯ В жизни давно я понял, Кроется гибель вверх. А с дверь никто не тронет, А тонут всегда в воде. Реки моря проливы, Сколько от них вреда. Губит людей не пиво, А губит людей вода. Губит людей не пиво, А губит людей вода. Скажем в работе нашей Круг незапвенный мой. Пиво всего однажды Взял и разлёл водой. И улыбнул, Жизнь криво, Крик вот вниз туда. Губит людей не пиво, Губит людей вода. Губит людей не пиво, Губит людей вода. ПЕСНЯ А если душевно ранят, А если с тобой беда. ПЕСНЯ В певет пойдёшь не в баню, А ты ведь придёшь сюда, Здесь ли вдохнёшь счастливо, Кряхнешь и скажешь – да! Да губишь людей не пиво, да губишь людей вода. Губишь людей не пиво, да губишь людей вода. Губишь людей не пиво, да губишь людей вода. И тем не менее, рука мастера в картине все-таки узнаваема. Есть и россыпь тех самых мультяшных гайдаевских шуток, и актерская выдвинная легкость, и масса смешных деталей, по которым очевидно это гайдай. Фильм рассказывает о рабочей группе КГБ Эйцеру, которая борется с русской мафией в Штатах. Кстати, в финальных титрах упоминается имя нынешнего президента Америки Дональда Трампа. Как оно туда попало? Дело в том, что сцену с выигрышем Соколова снимали в казино Дадж Махау в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, которым владел Дональд Трамп. Тогда это было еще совсем новое заведение, его открыли в 1990 году, а на строительство потратили всего ничего, миллиард долларов. Трамп предоставил для съемочной группы шикарные апартаменты, шикарные локации в своем заведении, а денег не попросил. Давайте вспомним песни из этого кинофильма. Зацепим слова Дербенева. Мой поезд уехал из кинофильма. На Дерибасовской хорошая погода, на Брайдан-Бич опять идут дожди. Солистка Татьяна Сагина. Пролечались, пролетели эти годы, пора неповторимая когда. То белые мне снились пароходы, то быстрые, как ветер поездка. Солистка Татьяна Сагина. 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 Солистка Татьяна Сагин. Мой поезд уехал, Уплыл от меня параход. Мне от прайдер-мечта Дивазовской Через океан подать рукой Между прайдер-мечтой Дивазовской Разницы нет вовсе никакой Прайдер-мечтой козел какой-то выдувал Здесь и там один и тот чувак Кто-то здесь, конечно, что-то пригодал Но а кто-то, что-то прогадал Героя Африка, другого берега Ты рая кажешься любимой дежуркой Пусть от прайдер-мечта Дивазовской Понимают корабли Между прайдер-мечтой Дивазовской Годы непростые проликли Тяжело здесь с ними, замечательно В детство ты меня не найдешь Ставит жизни диагноз окончательный И к врачу другому не пойдешь Пусть от прайдер-мечтой Пусть от прайдер-мечта Африка, другого берега Ты рая кажешься не выглядишь окей Между прайдер-мечтой Дивазовской Через океан подать рвой Между прайдер-мечтой Дивазовской Разницы, конечно, никакой Ни себя, ни вас дурить не стану я Где и чтоб не предпринимать Жизнь, она, посюду, та же самая Да не свои, про каждую дверь Хэллоу, Америка, другого берега Тыраю, кажется, и выгодишь жопей Хэллоу, Америка, другого берега Тыраю, кажется, и выгодишь жопей Браво, браво, гняня Яру Тарматов Григорьевич Сергей Фонтарчук Нет, Юрий Никулин Нет, Юрий Боже мой Иннокентий Смоксуновский Есть уже, наверное, самый популярный и запоминающийся фильм Я не догадая Фильм, обладающий невероятным обаянием И способный поднять настроение Даже в самой затруднительной ситуации Фильм, давно разобранный на цитаты Иван Васильевич меняет профессию Персонажи тоже, конечно, весьма узнаваемы Здравствуйте, Леночка Вы готовы? Кадра первой, дубль первой Кадра первой, дубль первой С любовью встретиться Проблема трудная Планета вертится Круглая, круглая Летит планета в рай И сквозь суммоток у ней Нелегко, нелегко полюбить на ней. И святы в баске вьюга, И липы влечут у круга, И звезды мчатся по кругу, Слышут пьянка на танк. Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, А в одном не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная, Найдешь одну, она сложная, сложная, Найдешь обманную, Голосу потокит ней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. И святы в баске вьюга, И липы влечут у круга, И звезды мчатся по кругу, И шутят города. Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, А в одном не найдут никогда. А где-то есть моя Любовь сердечная, Неповторимая, Вечная, вечная. Я ее давно ищу, Но в суматохе в ней, Нелегко, нелегко, Повстречаться с ней. И святы в баске вьюга, И липы влечут у круга, И звезды мчатся по кругу, И шутят города. Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, А в одном не найдут никогда. Не встал, не встал, а встал, А встал не найдут никогда. Царь, 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 Очень приятно, Ой, как ваше ее отчество такое... Марпа Васильевна. Ой, Марпа Васильевна, Так приятно, Марпа Васильевна. Ну, наверное, решили печали, Марпа Васильевна. Распоясываюсь тут без пьян, что за репертуар вы играете? Ну, да что ли такое массовое, современное? Ну, тролевали, тили-тили, это да, мне тили-тили, это мы не тролевали. Ваня, не переживай, сейчас все будет. Варфой Семенович, замечательно. Счастье вдруг в тишине постучало. В двери мне уже ты ко мне, верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носила. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, Все мне ясно стало тебе. Столько лет я спою с судьбой, Ради этой встречи с тобой. Мерзь я где-то, быть за моря, Знаю, это было не зря, Все на свете было не зря, Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, И не жди ответа. Без тебя так жилось мне на свете там. Тот, кто ждет, все снесет, Как бы жизнь не видела, Лишь бы все это все Не напрасно было. Танцуют все! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, Все мне ясно стало тебе. Столько лет я спою с судьбой, Ради этой встречи с тобой. Вдруг, как в сказке, Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, Знаю, это было не зря, Все на свете было не зря, Не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, Все мне ясно стало тебе. Столько лет я спою с судьбой, Ради этой встречи с тобой. Вдруг, как в сказке, Знаю, это было не зря, Все на свете было не зря, Не напрасно было. Вдруг, как в сказке, И другие сегодня принимали участие Артисты Куромони И пачка Анна Тимофеева Андрей Тихонев Андрей Сиянкин А в нар回去 международного конкурса Татьяна Цапина Лауреация соответствий И glor marketing 나눗ный конкурс Владимир Горозов Лауреация соответствий И glorification И morally Главляет международный конкурсов Наталья Кузьминская. Главляет международного конкурса ансамбль народных инструментов «Русский фильм». Хутожественный учебодитель Аркадий Тимофеев. Главляет международный конкурсов Наталья Кузьминская. Главляет международный конкурсов Наталья Кузьминская. Главляет международный конкурсов Наталья Кузьминская.